Итак, друзья, у PlayStation 5 произошла ревизия, ее обновили и консоль стала сильно перегреваться. Когда, значит, ее разобрали, то увидели, почему консоль, значит, стала легче на 300 грамм. Да, просто посмотрите на радиатор слева, который был, и вот справа, который сейчас. Радиатор серьезно уменьшился в размерах. И как раз вот это вот и сократило вес на целых 300 грамм. Ну, почти 300 грамм. Она весила 3828, сейчас 3542 грамма. В результате замера громкости выяснилось, что оригинальная PlayStation 5 выдает 43,5 дБ, а новая стала несколько тише, 42,1 дБ. Разница несущественна. Далее, Остин измерил температуру обеих консолей и здесь его ждал не очень приятный сюрприз. Старая показала 52 градуса, тогда как новая греется до 56. В некоторых участках прибор показал все 58 градусов. Ну, кстати, не такая уж и сильно большая температура. Небольшая разница обнаружилась в энергопотреблении 225 ватт у старой и 230 у новой. То есть энергопотребление возросло на 5 ватт. Хотя обычно, знаете, ревизия она потребляет меньше, должна по крайней мере. Разобрав обе версии консолей, автор обзора довольно быстро увидел разницу. У обновленной PlayStation 5 Digital Edition примерно в два раза уменьшились габариты радиатора. Помимо радиатора, производитель также заменил кулер. На оригинальной приставке обнаружился кулер Delta с 23 лопастями, тогда как кулер на новой оказался того же производителя, но число лопастей уменьшилось до 17. А причем они стали длиннее. Видимо, этим объясняется разница в громкости работы. Хотя со своей задачей система охлаждения справляется явно хуже, если учесть заметную разницу в температурах на выпуске. Она может оказать отрицательное влияние на SSD накопитель, если владелец консоли решит установить дополнительные. Друзья, ну вот, собственно, я, конечно, не буду показывать весь материал, но вот разобранный, да, и, соответственно, вот так выглядит новый радиатор. Ну и вот здесь вот сравнение уже. Друзья, что хочу сказать, что очень странно, потому что обычно, знаете, улучшают производительность, энергоопотребление снижается и так далее, тому подобное. Здесь просто решили сэкономить на радиаторе, что привело вот к повышению температуры системы. Ссылка на новость в описании. Все доброе, всем пока, до свидания.